Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Григуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В участии губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. 55 дворов благоустроят в этом году в Самаре. Они получат новый облик по программе формирования комфортной городской среды. Президенту технического университета, профессору, почетному гражданину Самары. В столице региона открыли мемориальную доску памяти Владимира Калашникова. Более полувека он работал в Самарском политехническом университете. Ректором сам ГТУ был избран в 99-м году. Затем стал президентом вуза. В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Говорят, он обладал редким качеством, мог поддержать в любую минуту. И как настоящий капитан оставил свой корабль в блестящем состоянии. С хорошей командой, готовой к самым дальним плаваниям. Владимира Калашникова не стало 12 июня 2019 года. Но память о блестящем ученом и великом организаторе, который внес особый вклад в развитие научных исследований и повышение обороноспособности страны, жива в сердцах его близких, коллег, друзей и его учеников. Владимир Васильевич выдающийся ученый, технолог, руководитель, выдающийся человек. Владимир Васильевич помимо своих уникальных, профессиональных, научных знаний, конечно, обладал уникальными качествами человеческими. И все, кому посчастливилось с ним быть знакомым, учиться у него, вместе с ним работать, вместе с ним трудиться над научными разработками, это прекрасно знают. Он был небезразличен к науке, образованию, государственному управлению. Человек с большой буквы, как отзываются о нем коллеги, был чутким и в то же время требовательным к своим ученикам и последователям. Мог легко отстоять свою точку зрения, интересы университета, коллектива. По его честь, в день его рождения у корпуса университета на Первомайской-1 сегодня открыли мемориальную доску памяти. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Слова благодарности организаторам церемонии выразила вдова Владимира Калашникова Антонина Стаценко. От всего сердца вас всех благодарю за то, что вы пришли, за то, что вот его день рождения. Я так думаю, что он, ну он не ушел, он вместе с нами. Вот я его всегда чувствую, он всегда здесь. Он был все время созидатель. Вы посмотрите, сколько он всего настроил, сколько он всего сделал, то есть для жизни, для людей. В Самарском политехническом университете Владимир Калашников отработал более полувека. Ректором сам ГТО был избран в 1999 году, затем стал президентом ВУЗа. Также принимал участие в ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС. В завершении церемонии собравшиеся возложили к мемориалу цветы. Ольга Павловна, Василий Колдашов, События. Новое культурное пространство. Весной следующего года филиал Третьяковской государственной галереи сможет открыть свои двери для жителей и гостей Самары. Губернатор Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн и гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова обсудили на заседании попечительского совета ход реставрационных работ здания фабрики кухни, где и разместится филиал знаменитого музея. С подробностями Светлана Кудрявцева. Не только филиал Третьяковской государственной галереи, но целый культурно-музейный кластер. В здании фабрики кухни продолжаются реставрационные работы. Здесь готовят залы, которые смогут вместить уникальные коллекции Третьяковки, а также идет подготовка лекториев, мастерских и резиденций для современных художников и площадок, где откроются кружки для детей. Я уверен, что это кластер нового типа, что это всегда открыто, всегда доброжелательно, всегда интересно и ярко. И я уверен, что филиал, в первую очередь, Третьяковской галереи, вот это пространство, которое мы здесь заново преобразовываем, будем привлекать сюда жителей и Самарской области, и туристов из других регионов. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой провели заседание попечительского совета и обсудили ход реставрации фабрики кухни уникального здания 1932 года, выполненного архитектором Екатериной Максимовой в форме серпа и молота. Строительные работы здесь должны завершиться до конца года. Работы будут завершаться поэтапно, по Блоково, и по Блоково сразу передаваться Третьяковке для того, чтобы готовиться к будущим экспозициям, к будущему формату выставочных работ. Нам важно до конца текущего 2022 года уже, чтобы Самарская Третьяковка зажила, как полноценный музейный комплекс. Однако откроет свои двери для зрителей Самарская Третьяковка весной следующего года. Те проекты, которые мы хотим реализовывать здесь, это проекты с большой буквы, это проекты очень большого масштаба, проекты, для которых мы будем направлять Самару лучшие работы из своего собрания, в том числе довольно большое количество работ из постоянной экспозиции. Первая выставка, которая здесь откроется в мае 2023 года, объединит различные коллекции Третьяковской галереи с Лаврушинского переулка и Крымского вала. А один из первых больших проектов, которые подготовят в здании фабрики кухни, будет посвящен теме космоса. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. В Самарской области продолжается реализация партийного проекта «Мой дом». В рамках этого проекта глава Самары Елена Лапушкина встретилась с председателями МКД Куйбышевского района. У граждан была возможность задать прямой вопрос представителям власти. Подробности в следующем сюжете. Знать свои права и уметь решать актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Жителям многоквартирных домов поможет региональный проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Основная задача проекта – повышение правовой грамотности председателей Советов многоквартирных домов. В рамках проекта домкомам разъясняют, как решить юридические вопросы и добиться от управляющей компании выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано свыше 200 таких встреч. В них приняли участие порядка 7 тысяч активистов. Накануне одна из таких встреч прошла в Куйбышевском районе. Сначала глава города Елена Лапушкина и глава района Алексей Коробков объехали территории, откуда поступали обращения. Так, жильцы дома по улице Калининградской 1 просили оказать содействие в ремонте внутридворового проезда. Уже в этом году вопрос будет решен. В этом году, то есть летом конкретно в ходе строительного сезона, мы берем этот проезд полностью, его ремонтируем. Включая тротуар, включая бортовой камень. Аналогичным вопросом обеспокоены и жильцы домов 30, 32, 34 и 38 по улице Белорусской. Вопрос также решится в ближайшее время. В этом году в рамках ремонта квартальных дорог, мы в том числе этот адрес включаем полностью от въезда с Белорусской. Итоги объезда Куйбышевского района подвели на семинаре с активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Цель нашей встречи, конечно, собрать актив Куйбышевского района в рамках проекта «Мой дом». Проект себя очень хорошо зарекомендовал. У нас с вами вместе появляются новые возможности. Эффективное управление многоквартирным домом – задача непростая. Основной задачей проекта «Мой дом» стало повышение правовой грамотности председателей советов многоквартирных домов. Для этого начали действовать ресурсные центры. Здесь будет вестись работа по приему жителей и консультирование инспекторами ГЖИ. На территории каждого центра на площадке будет расположена уже есть в двух адресах в Куйбышевском районе компьютерная техника, консультирование для того, чтобы научиться работать в ГИС ЖКХ, понять, как правильно сдать документы, в том числе получить консультацию, как правильно заполнять протокол общего собрания, обращение к управляющей компании. Современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Администрация города оперативно отрабатывает все обращения самарцев, поступающих в соцсетях через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальным центром управления. Большой объем обращений касается сферы ЖКХ и управления МКД. Поэтому встреча прошла в формате вопрос-ответ. Вопрос такой. Слева от нашего дома, если на фасад здания смотреть справа, находится бывшее общежитие, торговый перевод 12-й. Здание полностью разрушено. И тем более построили такой сквер нефтяников. ДК стоит, красота. И смотришь направо. Стыд и позор. В настоящее время дом полностью расстелен. Департаментом разработана сейчас проектная документация по его сносу. Срок исполнения работ по разработке проектной документации до 1 июня текущего года. Финансирование по сносу этого дома у нас полностью этим годом бюджетом города предусмотрено. После получения проектной документации мы проведем конкурсную процедуру, определим подрядчика, кто будет выполнять работу по сносу, и этот объект снесем. Ориентировочный срок, который нам еще потребуется для этого, около двух месяцев. Несколько вопросов касались дорог. Городские власти назвали участки в Куйбышевском районе, на которых восстановят дорожное полотно уже в этом году. Если мы говорим по дорогам, это Народная, это Заводская, от Грозненской до Липеговской обувная, Трубная, Арбатская и Белорусская. Жители района жалуются на качество питьевой воды. Говорят, она слишком жесткая. В нашем районе очень плохая холодная вода питьевая. Елена Лапушкина заверила, что качественная вода в Куйбышевском районе будет. Решит проблему строительства нового водовода. Это позволит доставлять в дома воду с насосно-фильтровальной станции. Работы уже ведутся. Также на встречу поднимались темы благоустройства общественных территорий. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Все вопросы в адрес городской администрации взяты в работу. Ольга Волкова, Константин Головин. События. В департаменте образования Самары прошло распределение мест в дошкольные учреждения города. В этот раз процедура получилась масштабной, так как из статуса очередник в статус направлен перевели более 11 тысяч детей. За процессом наблюдал наш корреспондент Михаил Ермоленко. 11 тысяч 135 детей Самары получили места в дошкольных учреждениях. Из них более 4 тысяч в возрасте до 3 лет. Традиционно в мае департамент образования распределяет вакантные позиции в детские сады на грядущий учебный год. Перед летними каникулами освобождается большое количество мест. Детсадовцы из подготовительных групп уходят в школу. Я бы здесь хотел отметить, что мы не ограничиваемся одним распределением в рамках будущего учебного года. И в течение лета у нас как минимум, скорее всего, около трех распределений еще будет, потому что мы знаем, да, традиционно, что кто-то будет отказываться от предоставленных мест для того, чтобы также на свободные места детей направлять. С родителями, ребенок которых получил место, после распределения свяжутся заведующий детским садом либо представитель учреждения. Также информацию о зачислении можно посмотреть в программе АСУ-РСО – автоматизированной системе управления региональной системой образования. В дальнейшем родителям в течение 10 дней нужно будет посетить детский сад и получить лист направления, а также подписать согласие или отказ на зачисление ребенка. А если родитель подписывает согласие, руководитель дает перечень необходимых документов, который прописан в регламенте на зачисление ребенка в детский сад, собирает этот пакет документов и уже в любое удобное для него время приходит к руководителю и подписывает пакет документов. После подписания согласия на зачисление родителям дается 20 дней на сбор необходимых документов. В случае отказа от предоставленного в детском саду места, родители должны обратиться в МФЦ и в заявлении указать только нужные дошкольные образовательные учреждения. При этом ни дата постановки на очередь, ни приоритетность зачисления ребенка в детский сад не меняются. В Самаре во внутригородских районах полным ходом идут работы по преображению дворов. Они получают новый облик по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году в Самаре будет благоустроено 55 дворов во всех районах. Как преображается территория у домов на улице Силина в репортаже нашей съемочной группы. Этот большой двор на пересечении Силиной и Ташкентской – излюбленное место для прогулок у жителей сразу восьми домов. Все вместе они объединились, чтобы сделать свою территорию по-настоящему комфортной и для родителей с детьми, и для подростков, и для пенсионеров. Разработали проект и подали заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды. Теперь с нетерпением ждут окончания работ. Положили первую дорожку, вон там они положили. Дети с бабушками проходят и щелкают ножками. То есть, вы понимаете, вот такое ощущение, что это не рытвина, не колдобина, а вот именно то, что это приятное покрытие. Подрядчики вышли на объект в конце апреля. Уже выполнили демонтаж старого оборудования и асфальтового покрытия. Сейчас производят земляные работы. Продолжают укладывать пешеходные дорожки и готовят основания под многочисленные детские, игровые и спортивные площадки. В дальнейшем во дворе также обновят внутриквартальные проезды, обустроят парковочные карманы, установят урны и скамейки. Ориентировочно в начале июня будет готово благоустройство и мы приступим к монтажу детского игрового оборудования с последующим устройством резинового антитраматического покрытия. Также здесь будет помимо игровых комплексов геопластика из резинового покрытия, также воркаут-зона. Всего в промышленном районе в рамках программы в этом году преобразится 11 дворов. На шести объектах работы уже начали. Подрядчики выполняют все задачи ответственно, по возможности с опережением графика. На каждом объекте ведется ежедневный контроль качества работ. За каждым объектом закреплен куратор от администрации района. Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение строительного надзора. С жителями на каждом адресе встречаемся, все пожелания стараемся учесть. Благоустройство пространств в промышленном районе проводится и в рамках других действующих в регионе и городе программ. Так, четыре территории будут обновлены в рамках губернаторского проекта «Содействие», семь площадок в рамках программы инициативного бюджетирования, а в 13 дворах района будут отремонтированы внутриквартальные проезды за счет средств Министерства транспорта. Напомним, что до 30 мая в Самаре проходит голосование за пространство, претендующее на благоустройство по программе формирования комфортной городской среды в 2023 году. Отдать свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру. На голосование вынесено 20 общественных территорий по всей Самаре. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Всероссийская акция «Ночь музеев» в Самаре стартует 21 мая. В этот день будут работать свыше 50 площадок, музеев, библиотек, арт-пространств, галерей и образовательных центров. Как все успеть и выбрать правильный маршрут, ответы подскажут в информационном центре. Подробнее Ольга Волкова. Здесь точно знают, как пройти в библиотеку. В Самаре начал работу информационный центр акции «Ночь музеев-2022». Он находится на пересечении улиц Ленинградска и Куйбышева. Консультанты отвечают на все вопросы, связанные с проектом. Также здесь можно получить буклет с программами всех участников «Ночи музеев». «Подходит очень много человек, очень многие заинтересованы как взрослые, пожилые, так и дети. Есть карта, которую мы раздаем, она как раз есть на листовках, и там как раз обозначены все маршруты, все мероприятия, и мы помогаем людям выбрать какой-то, который подойдет именно им». Всероссийская акция «Ночь музеев» в Самаре стартует 21 мая. В этот день будут работать свыше 50 площадок, музеев, библиотек, арт-пространств, галерей и образовательных центров. Ждут абсолютно всех – горожан, гостей Самары и, конечно, участников 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». «Обязательно посещу музей, потому что их тут огромное количество самых разных, самых интересных, удивительных». «Мы очень тоже хотим попасть на это мероприятие, и думаю, у нас все-таки это получится, мы прям выбьем именно для этого мероприятия пару часиков, нам уже выдали буклетики». Информационный центр работает по 22 мая включительно. В субботу до 11 ночи, в воскресенье до 20.00. Также у входа в Струковский сад и в сквере Эльдара Рязанова разместят стойки с информацией о проведении акции в учреждениях города. Ольга Волкова, Константин Головин. События. Вопросы профилактики безнадзорности юных самарцев и их правонарушения обсудили на профильной комиссии в городской администрации. Впереди лето, поэтому важно организовать досуг детей, особенно когда речь идет о подростках, состоящих на учете. Какие решения были приняты, расскажет Максим Магомедов. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних началось с вручения наград. Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Владимир Пресняков вручил благодарственные письма от главы города лучшим сотрудникам полиции подразделения по делам несовершеннолетних. Члены комиссии обсудили вопросы организации работы по профилактике экстремизма. Во всех учреждениях ведется работа по выявлению обучающихся группы риска, наиболее подверженных влиянию идеологии экстремизма. Так, педагогами регулярно проводятся информационно-разъяснительные мероприятия с воспитанниками учреждений в целях профилактики распространения криминальных субкультур среди несовершеннолетних. На учете у сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних 636 неблагополучных родителей. 180 из них выявили с начала года. С семьями, которые находятся в социально опасном положении, проводят профилактику жестокого обращения с детьми. Беседы с родителями, в том числе родительские собрания с разъяснением ответственности за воспитание и обучение ребенка. Проводится диагностика детей из социально неблагополучных семей. На период летних каникул для несовершеннолетних детей предусмотрена организация пребывания в пришкольных лагерях и загородных центрах. Планируется проведение спортивных сборов и соревнований для популяризации здорового образа жизни. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События. В день Волги, который ежегодно отмечают 20 мая, за НФС в районе 6-й просеки прошла экологическая акция. Волонтеры, общественники, представители городских властей очистили территорию от мусора. Подробнее в нашем материале. Великая русская река Волга – источник жизни и один из главных символов положских городов, к которым относится и Самара. Все любят проводить время на ее берегах, но некоторые оставляют после себя мусор. Представители городских властей, предприятия, общественники, волонтеры собрались вместе, чтобы сделать чище береговую полосу. Присоединившись ко всероссийской акции по уборке водоемов и прибрежных зон, поддержку в организации экологической акции оказал департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Акция – это очень значимая, она уже проходит не первый год, добрались уже мы до этого места. И данная акция, где в данный момент участвуют волонтеры разных предприятий, они своим примером не только дают пример остальным, и также укрепляют, конечно, любовь к природе со своей стороны. Шанцевый инструмент – расходные материалы, предоставлены департаментом, который позаботится и о вывозе мусора. Участники акции энергично принялись за уборку как на берегу, так и на прилегающей территории. Председатель Думы городского округа Самара отметил, что большое внимание уделяется и чистоте воды. Есть и государственные программы, сегодня применяются в том числе в городе Самара высокотехнологичные мероприятия, связанные с ионизацией процессов, с уменьшением и ликвидацией хлорирования. И сегодня мы добились результата, то, что мы отдаем Волгу после очистки, вода уже гораздо чище, то, что мы ее принимаем. В общей сложности порядка 180 человек привели в порядок участок береговой линии. Собрали 13 кубометров мусора, который доставят на специализированный полигон. Также был организован раздельный сбор мусора, отсортировали пластик. Администрация городского округа Самара и впредь будет поддерживать такие акции. В субботу, 21 мая, в региональной столице в поддержку национального проекта «Экология» состоится еще одна масштабная коакция «День Волги-2022». Она пройдет на пляже в районе спуска по улице Советской армии. Подробности участия в акции на официальном сайте администрации Самары. Юлия Василькина, Василий Калдашов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации Самары Вести с Дворянской сообщают об ограничении движения транспорта в воскресенье в связи с проведением всероссийского полумарафона «Забег». В 6 утра до 14.30 дня 22 мая будут перекрыты отрезки дороги по улице Дальней от дома номер 1А до улицы Арена-2018. По улице Арена-2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд ведущей к улице Малой Сорокин Хутор по проездам номер 2,7. Кроме того, на обозначенных участках дорог с 8 вечера 21 мая до 14.30-22 мая будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Администрация Красноглинского района Самары напоминает, что до окончания голосования по федеральному проекту формирования комфортной городской среды осталось всего 11 дней. Еще есть время проголосовать и решить, какие общественные пространства благоустроят в 2023 году. Для этого нужно перейти на сайт 63.городсреда.ру, пройти авторизацию через госуслуги и выбрать территорию, которая уже в следующем году преобразится. В Красноглинском районе на благоустройство претендует три общественных пространства. Департамент экономического развития и торговли администрации Самары рассказывает, как узнать о наличии лекарства в аптеках региона. Информацию можно получить на сайтах Supremo 63.ru, портал .du или olapteki.ru. Узнать о наличии того или иного лекарственного препарата можно и на сайтах аптечных сетей и по телефонам аптек. Также доступны телефоны справочной службы здоровья 007 со всех кабельных телефонов Самары или 846-213-03 для междугородней и сотовой связи. Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко сообщает, какие мероприятия в рамках фестиваля «Российская студенческая весна» проходит в городе в пятницу, 20 мая. Сегодня делегации начали представлять региональные программы. Первыми это сделали участники из Самарской области. В 12 часов они рассказали о программе «Снизу вверх». В филармонии прошли вокальные выступления, в театре юного зрителя «Самарт» танцевальные, а в театре «Кукол» театральные. Кроме того, в ДК «Железнодорожников» и в «Самарте» зрителям представили оригинальный жанр. В 18 часов в МТЛ-арена стартовал показ от направления мода. Также в Самаре продолжают свою работу фестивальные городки на площади Куйбышева и второй очереди набережной. Они будут открыты до 22.30. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости также и на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...